Татьяна Корсакова 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 бывало всякое. «Явилась, тварь!» Януся в цветастом шелковом халатике и в бегудях заняла своим дородным телом весь дверной проем. Позади нее маячил Олежка. «Где ты всю ночь болталась, шалава? Я уже собиралась в милицию звонить!» Ушла решимость. Испарилась при первых звуках Янусиного голоса. И голова закружилась, а к горлу подкатил колючий ком. Эльза бы не выстояла, не вынесла бы этот напор и нахрапистость, если бы на плечо успокаивающей не легла горячая Никитина ладонь. «Дамочка, а что вы тут орете, соседей пугаете?» — спросил Никита с неведомой до этого вкратчивостью в голосе. Януся сначала дернулась, наверное, от неожиданности, а потом пошла в наступление. «Ты кто вообще такой?» В дверном проеме она утвердилась еще прочнее, еще надежнее, чем раньше. «Ты кого в мой дом привела, шалава?» «Позвольте. В чей дом? Вы, дамочка, сейчас вот об этой квартире, я правильно вас понимаю?» «Да ты кто такой?» Януся истерично взвизгнула, и Эльза тут же испуганно вздрогнула. «Вон пошли оба! Приперлись тут, понимаешь! Васька!» Проорала Януся куда-то вглубь квартиры. «Васька, вызывай милицию!» Очень правильное решение. А Никита не просто не испугался. Его, кажется, даже забавляло происходящее. Господи, как такое вообще может забавлять? Вот сейчас приедет милиция, проверит документы, выяснит, кто на самом деле хозяин этой квартиры, и все посторонние отсюда быстренько съедут. «Кто это тут посторонние?» Януся на глаза сузились, превратились в две щелочки. «Мы опекуны! Мы за эту гадину!» Она ткнула пальцем в сторону Эльзы. «Несем ответственность, а вот кто ты такой?» «Были», — сказал Никита весело. «Что были?» Януся моргнула, а из-за спины ее проблеял Василий. «Яночка, так что делать с милицией?» «Да отстань ты!» Отмахнулась от него Януся и снова уставилась на Никиту. «Что ты сказал?» Не переставая одной рукой обнимать Эльзу, второй Никита уперся в дверной косяк прямо над Янусяными бегуди, и она вдруг испуганно дернулась.